По стоячим норкам совершенно прекрасные пожары И вот как это будет работать мы сейчас с вами посмотрим Я опять же повторюсь, что обычно драконы это самая стоячая команда нашего с вами региона Но не могут же наши топтаться на одних граблях Я не верю, что это в принципе возможно Потому что это уже даже не топтание, это танцы на граблях То есть знаешь, меня вот продолжает бомбить Я вот когда видел в рангах вот такое положение Я говорю, вы что парни, вы совсем на карту не смотрите? Как можно вот так вот игнорировать? Что нас берут в клещик, нам выходит борт, а вы стоите и ждете Чего вы ждете? Надо действовать Но когда я вижу это в большом турнире, где вроде бы как нужно отстоять честь своего сервера А сильнейшие команды поступают да ровно столько же И теперь я понимаю, что в принципе ничего плохого в наших ранговых боях-то не происходило Они просто видели, что такая тактика работает И они просто вот так вот повторяют Блин, а, от меня бомбит Так, кстати, смотрю, драконы берут точку С Отличное начало Учитывая, что еще точки Ок, ты смотри-ка, с точки Б Бенсона-то быстро отогнали А Бенсон пытался взять Ну, естественно, так же наверняка РРС, как ты понимаешь Я пытаюсь себя, продолжаю пытаюсь себя утопить У меня, кстати, не зашло затопление Вообще ни с одних торпед У меня, кстати, опять нормально затопление И церия даже никого не будет поднимать Все, бабах Так, отлично Ну, я буду смотреть с борта авианосца Забирает у нас Нахан, Пахан, Наксан, Бенсон, короче Обалдеть, это посмотри В данный момент, кстати, у нас получается Блин, длинная команда Как, как, как проще Давайте англичане Американцы, не, европейцы решили вообще не брать никакую точку Они решили продемонстрировать нам типичную тактику вабанк Они решили, нам точки не нужны И на точку А до сих пор никто не отправляется Что, скорее всего, как мне кажется, в конце концов даст о себе знать Потому что преимущество уже более чем в 100 очков И оно продолжает увеличиваться Потому что ни одна из точек даже не то, что не взята Она даже не начинает быть взята Смотри, Бенсон берет уже второй заход Скорее всего, действительно, его первые согнали под РЛС И, возможно, сейчас точку Б будут брать Но, тем не менее, непонятно, почему решили полностью проигнорировать точку А Причем обе команды решили проигнорировать Из-за этого что-то нехорошее творится Но, ну да ладно У меня вылетел между делом ОБС И будет у меня небольшая задержка Сейчас напишу об этом ребятам Бисмарк, кстати, Бисмарк все это время у меня простаивает за островом Ну, в принципе, понятно, почему А что ему делать Сейчас в первые дымы, скорее всего, просто идут торпеды Кутузов, кстати, мне кажется, это первый вариант Когда вот действительно европейская команда реально начинает проигрывать в инициативе Инициативу профигевают только так Вот успевают вот инициативу отпускать и отпускать, отпускать и отпускать Захват точки пошел Поэтому, понятное дело, что торпеды были высланы именно в ту часть дымов Откуда, где можно было делать захват Туда же шли выстрелы из ГК И поэтому Бенсона сгоняют с точки Дымы спадают И точка Б опять-таки еще не взята А между тем на точке А уже приближается большое количество противников У нас здесь один Чапаев Который вот что он будет здесь делать Мне очень прямо интересно Возможно, он проявит свой уникальный скилл Детонация Бисмарка мелкокалиберным фугасом Что ж, ждем появления этого Первый залп уходит Но Чапаев успевает отвернуть Сейчас, скорее всего, будет авианалет И смотрите, Бисмарк взял точку Ну ладно, в сопровождении с Бенсон Ну да уж, там был Бенсон Так, Чапаев удирает Кстати, Чапаев не... Опа-па-па-па Смотри, Бисмарк, две торпеды Три торпеды, три торпеды Нет, две торпеды, это пин Две торпеды Нормально, две торпеды получается Так, потушился ремка в КД Так, но тем не менее А, кстати, я переборщил Сто очков преимущества было Потому что еще не все авианосцы были потоплены В данный момент уже можно судить По чистому преимуществу Сейчас все стримеры на дне Как и положено стримерам Кстати, Бисмарк получил пожарище С ремкой отжатой И горит, и горит, и горит, кстати И горит, горит У него, да, у него ремонтная команда Сейчас там вообще работает Мне интересно Она ушла сейчас Смотри, смотри Есть шансы то, что Бисмарк встанет в остров Нет, нет, успеет Успеет отвернуться Ну, даже если встанет Там пострелять особо нет Не понимаю Опять Бенсон сделал заход на точку Опять его оттуда согнали Опять согнали, кстати, торпедами Что примечательно Он тянет дымы для своих линкоров Которые прям в лучших традициях На самом деле Ру-сервера Европейцы сейчас сделали Просто А прикинь Бенсон еще даже не дотянуло Дымы до бисмарков Вместе с ЧПМ То есть вот они вот просто Такие за островом И отдувэк постреляем То есть, ну, на самом деле Драконы сейчас Драконы точно не столкнутся С европейскими ножницами Которые были продемонстрированы В первых двух боях По крайней мере, вот первый бой был Вообще крайне примечательный Показывающий, как можно разделиться На два сильных отряда Кстати, что бои 9 на 9 В принципе подразумевают Но вот у нас решили Обе команды, кстати, встали Встали и стоят И это пока что неинтересно Так, давай посмотрим, что происходит У нас Булс дымит Алгалона Вокруг него стоит Там целую такую дымовую завесу Правда, Алгалон все равно Прямо в центр завесы Будет светиться от самолетов Но, несмотря на то, что стоял он прям тупо На центре, на точке Б Большого урона он не получил Фубуки половинчатый Чапаев, Авичи Который там тусовался И релесил все, что было живое До сих пор продолжает жить И вот с релеской всех Сейчас Бенсон у нас засветит И под фокусом Посмотрим, кстати, чем это закончится Нет, Бенсон пытается убрать Кузя, Кузя пытался, кстати, выйти Чтобы Чапаев раздамажить И смотрите, Кузя Вот первый свой засвет Потратил половину Половину единиц боеспособности То есть, вот что, что А на Кузе рашить Это самое, наверное, неправильное Что можно делать То есть, Соло, Кузя Бортом к К ордеру Что тут идет не так? А давайте посмотрим сейчас Вот резко на Бенсона Как вы думаете Что должен был сделать сейчас Возможно Бенсон Вот с этим островком Который дает возможность В сейве от ордера Взять и стопную точку Давайте-ка спросим Зал Зал, что вы думаете По поводу вот этого Нерешительного эсминца Вот, тем не менее Бисмарки все так же Продолжают искать Магнитную руду На острове Который их Притянул сюда Вместе с Чапаевым Бисмарк делает второй заход Смотри-ка, что сейчас Постепенно Очень медленно И не торопясь Выходит Кстати, вы видите Бенсона? Ой, Бисмарка, простите Бисмарка Да, Бисмарка мы видим Замечательно Но он стоит пока Он стоит пока Как-то нет Он потихонечку А, нет Он потихонечку стоит уже Да, действительно Две наших норки Которые стояли в районе Точек между Б и С Продолжают стоять носом До них не доходят торпеды Несмотря на то, что кто-то там светится Все равно норки чувствуют себя Прям замечательно Я бы сказал Я надеюсь, никто не обидится Но после того, как Саша сказал Что до драконов там Не доходят торпеды До европейцев тоже не доходят Что, в принципе, просто так стоять Сейчас уже не вариант Сейчас нужно что-то делать И смотри Бенсон идет на точку Б Он идет на точку Б Что сейчас может пойти не так? Ну, как раз в Чапаево откатилось уже Да, сейчас он проходит Ставит дымы Его опять светит РЛС Он опять выходит из них К моменту, когда РЛС-ка заканчивается Он будет возвращаться на точку Б Там уже не хватит дымов И торпеда им выгонит его оттуда Ох ты Минус-минус Сип Забирает Кузя Естественно Ну, это да Это было без вариантов Первый Я, в принципе, да Я и не ждал, что что-то пойдет не так Кузя в атаке Ребята, ну Кузя в атаке Один на фланге Что? Бизмарт стоит за островом Бенсон не пошел Да, да? Смотри-ка, что Третий раз на одни и те же грабли Мы решили не наступать Ну, РЛС-ки не было Ну, конечно же Дымов-то тоже не было А, дымы Не, смотри Он просто решил дымы поставить Линкором Которые стоят Вместе с крейсером О, боже Вот сейчас я включаю вебку, ребят И вы видите, как я вот бью себя по лицу ладонью Что делают сейчас вот они Что делает их дружный ордер Мне решительно непонятно Преимущество продолжает Ну, мало того, что не накапливаться Но оно, по крайней мере, придерживается А еще то, что Кузя ушел То есть реально надо что-то делать И что мы будем делать? Давайте-ка подумаем Что мы, в принципе, можем делать Бизмарт стоит один Меф не получает торпеду Сейчас вот прям был очень-очень жесткий такой момент Меф не получил торпеду Красавчик Зато получил торпеду Норка Алгалон А, то есть мы решили играть на рандом Вдруг кто-нибудь поймает шальную торпеду Отлично Это реально тактика сильнейших команд турниров Давайте понадеемся на торпеду Будем спамить торпедами И сейчас, кстати, все на стороне драконов Потому что у них просто больше торпед И посмотри, сейчас Бизмарт Очень-очень-очень много так вкусного наелся Просто прям ух И смотри, после того, как он все съел Он решил отправить корректировщик Чтобы, а вдруг сюда идет еще что-нибудь И реально он узнает то, что идет Получает 12 тысяч от Норки Все Боже мой, ты понимаешь А как Что решили делать? Парни, что-то идет не так Мы теряем в инициативе Надо что делать А давайте выгоним бисмаркой из дымов Самую опасную проекцию Давайте, давайте Вдруг Это хорошая идея Хорошая идея Я уверен Что-то пойдет не так Я уверен Скорее всего, возможно, что наши команды Блин, вот в данный момент Блин, драконы же выигрывали не так давно Почти что выигрывали Гонку на миллион Они могут себе позволить Подкупить одну из европейских команд Чтобы они творили реально Это ад какой-то Блин Ну ладно, ладно Тебе уж кейтить Ребят Бенсон, кстати, опять заходил на точку Б Я так видел Носиком там И зачем он это сделал? Ты вот Нет, пожалуйста Вот просто может быть Ты больше Вот последний турнир Саши Зло Стример Может быть Просто есть какая-то Я даже не отлетаю от этого острова Потому что Все происходит Вот только Бенсон Тут круглян Оборачивает И просто Зачем-то заходит Нет Сделать то же самое С точкой С Которая просто бы Стопала бы Понимаешь, что Захват бы И он бы вроде бы Как помогал своей команде А я боюсь Сейчас Бисмарк У вас еще поймает Две торпеды Раз Два Которая стоит здесь Аудам Мортис Что бы сделать теперь? У нас кончился один Бисмарк Ребят, срочно Надо придумать Альтернативный план Давайте отпускаем Второй Бисмарк Свободный плавок Господи Совершенно шикарным образом Опять не попадает По алгалону Которая стоит носом Друзья Драконы стоят И побеждают Они стоят и побеждают Как у драконов Получается это делать? Как? Они смогли перестоять Друзья Они смогли перестоять Европейцы здесь У них получилось Они смогли перестоять Бисмарков Которые решили По очереди Выходить просто Под торпеды Ладно Давайте вернемся К тому Что в принципе Мы должны В Добрососедской Так сказать Нотке Все это проводить Но ребят Вы не подумайте То что я смеюсь То что они Из другого сервера Я просто не понимаю Почему они делают так Почему они отправили Кузю Сол Вот кстати Второй Кузи Выходит тоже в простой Почему их линкоры Стоят за островами Бисмарки Которые с нормальным Договорняк Точно Да вот сто пудово Договорняк Бисмарки стоят О кстати Одновременно Сейчас вместе Бенсон и Кутузов Решили запустить дымы Зачем Зачем Почему Они не могли что сказать Они же сидят В одной теске Это не рандомная команда Какая-то Лучше чем одни Да Двое дымов Ну ничего То что сейчас Как раз Кузя в принципе РЛС Чапаев сдает РЛС Отлично Обалдеть Бенсон бежит Кузик бежит Кузик получает Еще Боже мой И шикарное количество Торпед Да Бисмарк уже Ничего не сделает Кузик сейчас В свете находится Скорее всего Его сейчас И заберут Там же А понимаешь Вот до сих пор До сих пор Ходят просто Что творится На лем фланге Я не понимаю Почему Почему Вот это вот Бенсон Я даже прочитаю Его ник Чтобы просто знать Героя данного сражнения I don't I don't Что I don't В общем Что-то Fly по-моему Или Fly Давайте Я не успеваю За ним лететь Ах Черт А я так не могу Все прочитать Ну в общем I don't I don't know Что я тут делаю I don't know Смотри-ка Смотри-ка Он идет на точку С Смотри-ка 741-484 Почти что все Союзные силы Уже на дне Что-то действительно Необходимо сделать И уже приходит Осознание Что стопнуть Единственную Вражескую точку Это вполне себе Неплохой план Учитывая Что еще Бенсон Раскачан В живучесть 18600 То есть Третий То есть Быстро схлопнуться Он тупо не сможет Чипаев от него Далеко И Да тут просто Я смотрю Торпедный суп В дымах Сварили Просто Крайне классно Кстати Кутузов Почему так долго Живет Кутузов Мне непонятно Но это сейчас И справится Поправили Поправили Апостол идет Светить точку С Сейчас Будет Засвечен Ну Зато Сделали Наконец-таки Спустя Спустя 15 минут Боя Решение Которое Могло бы В принципе Перевернуть Ход боя Решили Отжать Единственную Точку Драконов Которые В данный Момент Как раз И удерживало То самое Преимущество Захваченное В начале Я не знаю Может быть Это я Такой хороший Ребят Может быть Не свою команду Сколотить Черт побери Мне же Это очевидно Я вот вижу Это реально Очевидно Единственный Очевидный И хороший Ход Который Может Ну Если не Заролять То вынудить Противника Действовать Агрессивно И подставляться Потому что Если вы Играете Настоящую Тактику Вы должны Заставить Противника Рисковать И выходить Вперед Чтобы Их Кутузовы Черт побери Выходить Блин Зачем Черт побери Три Крейсера Которые будут стоять Под РЛС И Наверное Чтобы очки Быстрее сливать Я не могу Я не понимаю Свет никто не дает И эсминцы Стоят и ждут Бенсон Пытается Под РЛС Захватить Точку Б Нет Ребята Это какой-то трэш Очень хорошо Сыграли Норки Драконовские Которые Не сжались На острова Они стояли Просто в открытом море И совершенно спокойно Тут настреливали Очень даже Неплохой урон Это все Скилл Зарешал Скилл Зарешал Скилл Вражеской команды Все равно Он стоял Здесь И не слился От противника Очень аккуратно Под тем самым Эпическим островом Светил все Что должен был Светить От каких Противников Он бы слился От Кутузова Которые выходят Под Норок Бортом Нет Ты мне скажи Вот хоть кто-нибудь Догадался На точку С Пойти Чтобы примерно Можно было бы То есть Тут прострел есть То есть Остров не такой Высокий И с точки С В принципе Можно было бы Навесной траектории Да и Кутузова И Чапаева Можно было бы Спокойно оттуда Слезть При этом На дистанции Если у вас Прокачена Арт-тревога Вы бы могли бы Долгое время Еще бы Уворачиваться Потому что Дистанция большая И смотри-ка У панцы Опять-таки Бенсона Торпедами Выгоняют Захваты точки Ммм Кажется Я это видел Уже много-много раз О Наконец-таки Горячее Станкновение Двух Бенсонов И наконец-таки Хоть что-то И к сожалению К сожалению Ну тут еще Под Под атакой Авианосца Тут Понимаешь Тут уже Не совсем равные силы Да Вообще не равные силы Я бы даже так сказал Но тем не менее Это была попытка То есть Хорошая Хорошая новость Друзья Ну хотя бы А вот смотрите У нас кстати еще и норка Может сейчас улетела Галлон А может и нет Хорошая новость Потому что Первая победа Друзья Первая победа Наконец-то Ну это же договорняк Тут мне пишут То что я бухой Ногой Играю лучше Это действительно Ну вот У меня в чате Тоже вообще не понимают Европейцы Это же Ребят Это сильнее Кстати я не исключаю Что возможно Предыдущие бои Вот в европейских стримах То есть Зрители писали Нечто похожее То есть Почему они стоят Я не понимаю Но знаете Этот бой Меня немного радует Тем то что Там За границей Тоже есть команды Которые любят стоять Все Значит мы Не совсем особенные То есть Есть что-то у нас Такое вот Общее В общем-то Вот мы любим Постоять Но мы хотя бы Это делаем не на бисмарках И мы не подставляем Борта Вражеским линкорам В торпеды не лезем На линкор Крейсеров Крейсеров тоже не подставляем Как показал Вот смотри Вот тоже Вот что драконы Вот они Понятное дело Они не собирались От крейсеров играть Это сразу понятно Потому что у них Тупо нет крейсеров У них есть Чапай Чтобы давать РЛС Все понятно Чапай взяли для РЛС На кой черт взяли Два Кутузова и Чапай Мне непонятно Мне непонятно Просто непонятно Просто непонятно Вот реально Вот крейсера Как будто бы Вот взяли для того чтобы они просто быстро слились и, в общем-то, дали возможность драконам быстро победить. И после этого или драконы заплатили, либо драконам реально очень фортанул, потому что предыдущие две команды показывали совершенно другую тактику.